Среди них 325 школьников. Спасти их смогли 174 человека. В Славянске прошли похороны 22-летнего Александра Лубенца, убитого в субботу при нападении украинских военных на блокпост отрядов самообороны. Задержанных здесь накануне военных наблюдателей ОБСЕ, народный мэр города предложил обменять на арестованных киевскими властями и ополченцев. Сами понимаете, пленный, он всегда являлся разменной монетой, когда ведутся боевые действия. Все, ну, то есть это международная практика обмена военнопленными. Тут ничего такого страшного нет. Среди 8 задержанных наблюдателей четверо немцев. Министр иностранных дел Германии Франк Вальтерштейнмайер заявил, что предпринимает усилия для их освобождения. Я разговаривал сегодня с президентом Швейцарии, которая сейчас председатель служит в ОБСЕ. Я говорил с президентом Украины, а также с российским министром иностранных дел. Я был очень рад, что все трое предложили полную поддержку. Украинские военные продолжают блокировать все подступы к славянскому. По мнению наблюдателей, по-прежнему захороняется угроза штурма города, что может вернуться большим количеством жертв среди местного населения. Юлия Тимошенко, бывший премьер Украины, кандидат в президенты страны, считает, что прямые переговоры Киева и Москвы не имеют смысла. Об этом она заявила в интервью телеканалу Евроньюз, отреагировав таким образом на предложение своего главного соперника в борьбе за президентское кресло миллиардера Петра Порошенко. Если начинать один на один переговоры между Украиной и Россией, то это будет означать согласие на капитуляцию. Именно поэтому я обратилась сегодня к Петру Порошенко с просьбой отозвать его предложения и вернуться к уже существующему формату Соединенные Штаты, Евросоюз, Украина и Россия. Я думаю, что только сильные мировые державы и Евросоюз смогут поставить Кремль на место. Как Вы думаете, насколько реально такое развитие событий, когда начнется настоящая война и российские войска пересекут границу? Ответ на вопрос, прибегнет ли Путин к применению оружия и реальному военному вторжению, зависит от того, насколько сильными окажутся мировые лидеры. Насколько сильными будут Соединенные Штаты, насколько сильным будет Европейский Союз. Если они не смогут остановить эту агрессию, Путин почувствует, что они сильнее, тогда он остановится. Он пойдет настолько далеко, насколько США и ЕС ему позволят. Насколько его пустят США и Европейский Союз.